Я люблю свою работу, но, как и в любой другой профессии, есть такие моменты, которые тебе выворачивают душу, бесят тебя. Мне не нравятся водители или гиды, которые, зная, что у нас с клиентом согласован подробный тайминг, пытаются внести туда свои корректировки. Например, во время экскурсии по городу, со мной такое случалось не один раз, когда водитель говорит, что в какой-то части города есть интересный бронзовый памятник, везет туда гостей, а они соглашаются просто из вежливости. А у нас в это время вылетает 30-40 минут из тайминга, который мы планировали на что-то другое. Приходится менять логистику по транспорту, по питанию, по размещению в гостиницах, и это неправильно, так делать не нужно. Работая в сфере обслуживания, а туризм и организация отдыха, это сфера обслуживания, нужно следить постоянно за состоянием инвентаря, состоянием техники, то, как выглядят твои номера и то, как выглядишь ты сам. У меня был случай, когда мой транспортный менеджер поставил нового водителя на заявку. Мы предварительно приехали за полчаса до того, как должны были приехать гости, чтобы познакомиться с этим водителем. Увидели какого-то пузатого мужика вот с такой растрепанной головой в гавайской рубахе, в шортах, сланцах с носками по колено. Так одеться даже специально очень сложно. Сейчас, когда в масс-маркете за три копейки можно купить себе приличные кеды, джинсы и рубашку, выглядеть так просто недопустимо. Встречаются такие отельеры, которые в какой-то момент решают отказаться от услуг дизайнера и поручают это своей жене или дочери, у которой специфический вкус. Она любит яркие цвета, покупает синие простыни с дельфинами, пальмами. Она не понимает, что это некрасиво, это собачий дрист. А гости приезжают отдыхать, им нужны спокойные тона, их ничего не должно раздражать. Они на отдыхе, они на психоделической вечеринке. Если вдруг во время ревизии перед стартом путешествия мы видим такое постельное белье в гостиницах, мы просим владельца поменять это постельное белье. Если он отказывается, то мы привозим свое. Также часто отельеры экономят на косметике, которая стоит в ванной комнате, покупают что-то по акции в метро или в ленте за 10 рублей. От такой химии у тебя потом повыпадают или волосы на голове или замучает жопный зуд. Встречаются такие подрядчики, которых я называю оптимисты. Например, ты у такого арендовал несколько единиц техники и в какой-то момент она начинает сыпаться, а он успокаивает тебя фразами типа ничто не вечно под луной, клиенты ничего не заметили. То есть он не делит с тобой твои риски, а он делает вид, что это твои проблемы. Повара и официанты это отдельная каста раздражителей. Мы самый сложный этап уже преодолели, но когда только начинали эти кровопийцы реально выносили мозг. Попадались такие повара, которые в готовке понимали меньше чем мы. Доходило до того, что кто-то просил составить меню, прописать громовку или съездить на закуп продуктов. Кто-то умудрялся таскать что-то с мероприятий домой. С хорошими официантами сложно и сейчас, потому что толковые ребята быстро растут и двигаются дальше, а на их место приходят новички, ты их обучаешь, они тоже двигаются по карьерной лестнице и этот процесс бесконечен. Меня бесят официанты, которые постоянно бегают, даже если в этом нет никакой необходимости. Гости приехали, отдыхают все спокойно, никто никуда не спешит, кроме официанта, который постоянно вот так бегает перед глазами и раздражает. Хочешь бегать? Приедешь домой? Пожалуйста, иди в спортзал на беговую дорожку. Есть клиенты, которые не прислушиваются к рекомендациям по экипировке. Если я говорю, что нужно взять хорошие трекинговые ботинки, значит их нужно взять, потому что вы попросили организовать вам поход в горы, а потом, когда эти несчастные люди стоят, держа в руках свои оторванные подошвы, которые отлетели на первом же повороте. В чем дело? Экипировка это важно. Путешествуя по диким местам, меня бесит, когда гости бросают свои чемоданы в надежде на то, что их будем носить мы. Здесь кроме рыси и медведя никого нет. Да, в каких-то цивилизованных местах, в городе или когда мы путешествуем где-нибудь в Европе, никаких проблем, персонал отеля вам поможет. Но если вы путешествуете по тайге, скажите нам заранее, если вы не хотите таскать вещи. Мы запланируем для этого отдельный персонал. Случается, гости говорят нам, классно вам, ребята, отдыхайте вместе с нами. Они не видят, как мы каждое утро встаем в 4-5 утра. Нужно проконтролировать сотню подрядчиков. Заброску продуктов, логистику всего транспорта. Телефон раскаляется, как сковородка, а Apple Watch не успевает тебе выдавать медальки, потому что в день пробегаешь по 20-30 километров. После такого отдыха еще месяц отдыхать нужно. Встречаются клиенты, которых я называю колхозники. Это люди с деньгами, но не имеют никакого образования. У них нет манер, он тебе не здравствуйте, не пожалуйста, не доброе утро. Абсолютно никакой реакции на твою работу. С ними тяжело работать, потому что, когда они приезжают, они себя чувствуют такими королями мира. Пытаются удивить своими познаниями в вине или в кофе. О, вот это я пью только кофе из Эфиопии. Ну, это, конечно, не овсянка. Замените на рисовую кашу. Номер этот видно, что не по стандартам. У пяти звезд у них, конечно, метраж должен быть больше. Такие люди иногда напрягают. Мы научились с ними работать, но все равно хочется получать какую-то адекватную обратную связь с клиентом, чтобы он либо сказал, что да, это плохо, или да, вот это хорошо. А вот такие вот пассажи, когда ты должен восхищаться им, это переносить не очень приятно. Сейчас появилась новая категория путешественников. Это такие чики, папкины, бизнесмены, успешный успех. Они приезжают, их не интересует природа, никакие достопримечательности им не нужны. Все, что им нужно, это стабильный Wi-Fi, потому что им нужно запиливать сториз, фотки в Инстаграм, делать видео для YouTube-блога. Любую можно подставлять картинку, не имеет значения. Главное, чтобы был хороший интернет. Они любят повыпендриваться друг перед другом, перед нами, задают много разных глупых вопросов. Например, едешь где-нибудь на Камчатке по вулканам, и они задают тебе вопрос, а вот сейчас давайте заедем в туалет, или может быть в ресторан. Я не понимаю, зачем они задают эти вопросы, как будто они думают, что я прячу за теми горами для них Лас-Вегас или еще что-то в этом духе. Звучит это забавно, но тем не менее, такие люди сейчас попадаются довольно часто. Когда мы планируем путешествие, понятно, что мы хотим получить лучшее предложение по лучшей цене, и многие заказчики отправляют свою заявку сразу в несколько компаний. и кто-то умудряются даже в 5-10, и это очень сильно усложняет задачу, и всех организаторов это бесит. И они начинают друг с другом созваниваться, потому что все друг друга знают, они понимают, что заявка задваивается, затраивается, это нужно все перепроверять. Кто-то сделал брони на гостиницу, тут же приходит в гостиницу другой запрос на эти же даты. То же самое с транспортом, с гидом и со всем остальным. И очень часто, когда такие заявки появляются, просто из-за того, что клиент всем выносит мозг, он покупает это путешествие по двойной или даже по тройной цене, таким образом организаторы туров наказывают таких клиентов, потому что они действительно усложняют всем жизнь. Практически все компании работают с одним и тем же инструментарием. И то, что вы отправляете заявку в 10-20 компаний, это не дает вам ничего. Выбирать компанию нужно в первую очередь не по ценнику, а как раз таки по каким-то эксклюзивным услугам, по ее подходу, по ее опыту, репутации. А ценник практически у всех один и тот же. Новая категория путешественников, которая появилась совсем недавно, это такие псевдоактивные ппшники. На разработку их меню уходит по несколько месяцев, и иногда даже это более затратная по времени часть, чем проработка всего остального маршрута. Все белки, жиры, углеводы, калории нужно учесть. Закупить столько-то куриной грудки, риса, гречи и всего остального. Но когда они приезжают, они ничего из этого не едят. Они делают себе недельный читмил, первый же день мордой в майонезное ведро. На следующий день, если ты их добудился в районе обеда, это отлично. И когда ты смотришь на уровень их физической подготовки, ты понимаешь, что им не то, что поход в горы противопоказан, им даже по лестнице тяжело подниматься. Для чего они это делают, непонятно, но такие тоже есть. Секретари и помощники разных крупных начальников, если они некомпетентны, это вредители номер один. Обычно ты не имеешь доступа напрямую к заказчику, ты общаешься через его секретаря, который якобы знает, что любит какой-нибудь Игорь Петрович. Приезжает этот Игорь Петрович, не понимает, зачем ему нужно двое суток жить в палатке без плазменного телевизора, теплого пола, человеческого туалета. Дети пердолят по тайге в поисках хоть какого-то интернета, чтобы зайти в снапчат. Жена сидит и трясется в вертолете, потому что секретарь почему-то решила, что она не любит передвигаться на автомобиле, ей не нравятся долгие переезды. И зачастую все эти помощники – это главный фактор, почему люди остаются недовольны. Если вы хотите организовать для своей семьи хорошее, интересное приключение и получить ровно то, что вам нравится, занимайтесь организацией своих путешествий самостоятельно или посвятите своего секретаря во все ваши предпочтения, чтобы он знал, что нужно запросить. Клиенты, которые неправильно трактуют название индивидуального путешествия, тоже попадаются. Оплачивая такое путешествие, они считают, что вместе с той программой, которую они заказали, они автоматически становятся владельцами всех гостиниц, которые они приезжают, транспорта, людей и нас вместе с этим тоже. Они на месте начинают говорить, ой, поменяйте нам шестой день с четвертым, третий поставьте на первый. Здесь мы на аэролодке на такой не хотим, нам нужна другая аэролодка. Водитель микроавтобуса должен ждать целый день. Не вопрос, это все можно организовать, но только это нужно сделать заранее и тогда проплатить все на 100%. Полностью выкупаешь все номера в отеле, целиком выкупаешь аэролодки, автомобили, оплачиваешь 24 часа работы людей, тогда никаких вопросов нет. Если в рамках тура у тебя транспорт забронирован на 3 часа, вот он и работает 3 часа, а не 24 часа. И так совсем. Тяжело работать с известными людьми, с артистами, звездами шоу-бизнеса. Мы нередко привозим их развлекать наших гостей. И большинство из них люди совершенно неуправляемые, требующие большого внимания к своей персоне. Причем этого внимания должно быть даже больше, чем уделяем своим гостям. Я к ним отношусь ровно так же, как к любому члену команды, официанту, повару, гиду, водителю. И считаю, что наша общая цель сделать гостю хорошо. А получается так, что когда мы их привозим, мы крутимся вокруг них волчком. Здесь нужно вино, здесь поменять номер на более просторный. Они унижают людей, они не соблюдают никакие тайминги. Они все время манипулируют тобой, говоря, что если вы сейчас это не сделаете, я отказываюсь давать концерт или какое-то выступление. Тяжелые ребята. О, самая любимая. Есть группа людей, которые абсолютно оторваны от реальности. Они существуют в каком-то мире, где нет гравитации. Они живут в этой же стране, в каком-то параллельном измерении. Аля, учечек, мне нужен круиз. Я хочу вокруг Байкала на яхте. Яхта, чтобы все луксури. Отпраздновать бёздик. Вы нас забираете с Москвы прямо на яхте. Мы идем до Байкала, потом вокруг Байкала и обратно в Москву. И что по всему маршруту отели не меньше пяти звезд. Понял, учечек? Меня жутко бесит, когда выходит на рынок какая-нибудь новая туристическая компания. Она не имеет никаких своих уникальных предложений, а просто серфит по интернету, выбирает сайты, которые ей нравятся, и начинает оттуда без разбора все копировать. У нас недавно был случай, когда одна такая камчатская компания, ну, её даже компания сложно назвать, это просто сайт в интернете, они взяли, скопировали целиком страницу о нашей компании, на месте моих цитат и цитат моей жены, подставили свои фотографии и подавали это как своё уникальное предложение. Все наши принципы, которые мы прожили, которые мы прочувствовали на собственной шкуре, они это просто взяли, скопировали, не понимая, что это просто слова, если они не подкреплены опытом. Если раньше так можно было делать, то сейчас это достаточно опрометчиво, потому что все поисковые системы Яндекс и Гугл, они это очень чётко анализируют, и при любом запросе о нарушении авторских прав они просто берут и блокируют любой сайт, и потом бегают и доказывают, что ты не хотел, ты не знал. Вот это тот случай, когда незнание не освобождает от ответственности, причём копируют не только тексты, но и фотографии, даже если там подписано авторство, копируют видео, куски видео вырезают, вставляют свои ролики. Это очень смешно, по-моему, гораздо проще сейчас создавать собственный контент, тем более, что это можно делать даже с помощью телефона, не нужно какое-то дорогостоящее оборудование, просто берёшь, пишешь или снимаешь, это всё довольно просто. Отдельная каста людей, с которыми нам приходится иметь дело, это менеджеры московских ивент-компаний, которые дальше своего офиса никогда не выходили, но они лучше тебя знают, что можно организовать на Камчатке, на Алтае, на Байкале. У них в сутках 120 часов, за день они могут на автомобиле проезжать до 2-3 тысяч километров, за 10 тысяч рублей они могут организовать вечеринку на 50 человек. В их команде никто никогда не устает, не хочет спать и переубедить их невозможно. Просто берите и делайте. Среди туристических компаний есть такие хитрецы, которые под видом клиента отправляют свои заявки другим туристическим компаниям, чтобы те сделали за них их работу и предоставили им готовую презентацию маршрута, тура, тайминги, составленное меню и расчёты. Обычно такие заявки приходят с пометкой «Срочно-срочно! Вип-лакшери! Не ограничен бюджет!» Мы очень важные люди. Сделайте нам 2-3 варианта программ и расчётов к сегодняшнему вечеру. У нас вся подготовительная часть, которая включает разработку программ, меню и всех сопутствующих документов, она платная. И когда ты пересылаешь в ответ на такие письма счёт на оплату всех этих услуг, если это сообщение отправила турфирма, ты нарываешься на бурю какого-то негатива, они начинают говорить «Да что это такое? Как вы можете брать деньги?» Ну, ребята, очнитесь, уже все серьёзные компании берут деньги за разработку, потому что те отписки, которые отправляли в начале 2000-х годов, они уже не работают. Клиенту нужна серьёзная презентация, где проработано всё до секунды, где у него есть понятное меню, где есть смета и всё остальное. Ну, можно провести аналогию, например, с дизайнером интерьером, когда вы приходите, вы же ему не говорите, что «Слушай, вот у меня квартира на 120 квадратных метров, ты мне набросай, пожалуйста, 2-3 варианта интерьеров, я посмотрю, если мне понравится, я тебе заплачу, а если нет, ну, извини, парень». Ещё бывает такое, когда кто-то решает заняться организацией путешествий, у него ещё ничего нет, и он делает такую схему, пробегается по самым интересным сайтам, которые ему нравятся, и делает им такой запрос. «Мы компания VIP Luxury Premium, Partnership Adventures, Корпорейтед, бла-бла-бла». У нас очень важные клиенты с неограниченными бюджетами. Мы посмотрели ваш сайт, нам нравится ваш подход. И вообще, будьте счастливы, что мы вам написали. Предоставьте нам, пожалуйста, вот ваши вот эти туры, фотографии, видео. Мы опубликуем их на своём сайте, которого у нас ещё пока нет. И вам деньги потекут рекой, у вас будут топовые клиенты. Мы вам это гарантируем. Это очень смешно. Они, видимо, думают, что все вокруг такие лохи, а они все такие умные. Ну, это уже давным-давно не работает. Да, это в принципе никогда не работало. Меня бесят все эти активисты и борцы за природу, которые периодически нам пишут в ответ на какие-нибудь статьи, они говорят, нам не нужны ваши дороги, нам не нужна инфраструктура, ваши туристы всё загадят, ваши корабли, джипы всё испохабят. Они ни в зуб ногой, ни в бизнесе, ни в туризме, ни даже в той экологии, за которую они так ратуют. Они все ездят, ну, у кого есть деньги, те ездят отдыхать в Европу, но почему-то в отношении России они всегда говорят, что нет, ничего развивать в туризме не нужно. Они жопу от пальца отличить не могут, но всё время возмущаются то, тем, как устроен туризм в России. Он устроен так, ровно потому, потому что вы всё время говорите, что это не надо строить, здесь дорога не нужна, здесь не нужна турбаза, здесь не так сделаны стоки, здесь то, здесь всё. Ну, вот поэтому так мы и живём. Если видео вам показалось полезным, ставьте лайки, если не полезным, дизлайки, всё что угодно, всё принимается, колокольчики, подписки, вся вот эта атрибутика очень-очень приветствуется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!